1 июня Одесса отмечала День защиты детей. Символично, что именно в этот день в Одессе не обошлось без конфликта, в котором были задействованы интересы тех самых детей, которых наша власть любит, как оказалось, исключительно на словах. В районе Среднефонтанской была уничтожена единственная в этом районе детская площадка, после чего мамы вместе со своими детьми были вынуждены выйти на акцию протеста. На Среднефонтанской уничтожили единственную детскую площадку, расположенную в этом районе. Впрочем, это не единственное, что отличало ее от остальных игровых площадок в нашем городе. Построенная лет 10 назад, в свое время она была перенесена для удобства разрастающегося рядом торгового центра. Эта площадка была шикарная, с зелеными насаждениями, с фонтанчиком, с площадью больше, чем здесь. Она была по стороне Среднефонтанской. По каким-то причинам ее снесли, закатали в асфальт, но пообещали, что детская площадка будет здесь. В общем, сюда ее перенесли, немножечко ее уменьшили, скажем так, но тем не менее она была. И вот руководство центра приняло решение демонтировать площадку. В день, когда ее разбирали, здесь играли дети, и детей просто выгоняли насильно оттуда, потому что был приказ откуда-то, чтобы разобрали эти качели. Все это не могло не вызвать возмущения родителей, ведь теперь их детям просто негде проводить время. В результате мамами было принято решение выйти на своеобразную акцию протеста вместе со своими детьми на место, где раньше располагалась их детская площадка. На протяжении последних полтора месяца, как снесли эту площадку, наши дети играют в Куликовском переулке, просто ездят по дороге, на скейтах, на велосипедах. Там незакрытая зона, там проезжая часть, по которой катаются наши дети, потому что другого выхода нет. У нас играть с детьми негде. Еще мы приходим сюда, на территорию парковки, катаемся вот на месте, где была наша площадка, мы просто детей запускаем сюда, и они здесь катаются. То есть мы хотим привлечь как-то этим внимание руководства, чтобы как-то повлияли. Мы просто хотя бы вышли на диалог, чтобы хотя бы мы просто встретились с человеком. Представитель торгового центра, вышедший к родителям, уверял, мол, никакой парковки на месте площадки не будет. Однако мама ему не верит, ведь даже сейчас видно, что на месте качели стоят припаркованные авто. Я прошу общественность, которая переживает, подключиться к этому процессу. Мы не знаем. Вот вы знаете обо всем, а о том, что происходит, вы не знаете. Значит, у меня просьба, чтобы общественность подключилась к выделению места, определила это место их удовлетворяющее, а торговый центр профинансирует установку детской площадки. Вместе с родителями и детьми на акцию пришли ряд депутатов Одесского горсовета. Я думаю, что диалог с жителями, диалог с мамами, детьми, возможен, если будет, если он будет запланирован, диалог с руководством торгового центра, то хотелось бы, чтобы это все происходило в ближайшее время. Потому что если, как раньше, представители, в том числе райадминистрации, возможно, я не говорю, что они проявили халатность, они действительно понимают, что это частная территория, но хотелось бы, чтобы они по максимуму повлияли на руководство торгового центра. И хотя сама акция не носила политического контекста, депутат Ольга Квасницкая отметила, что данная ситуация с уничтожением зеленой зоны и детского места отдыха могла возникнуть исключительно при полном нежелании городской власти решать эту проблему. Я хочу, в первую очередь, сказать, что это ганьба не только для бизнеса, который сегодня коммерциализирует наши зоны и собирает у нас возможность разом общаться с нашими детьми. А это и проблема нашей влады. Потому что мы, я хочу напомнить, поддержали программу ЮНИСЕФ «Место ближнее до дитини». Если мы так поддержимаем эти условия и хотим, чтобы действительно «Место стало ближнее до дитини», то нужно забыть основную позицию, которая сегодня ключевая. Это «Место» для автомобилей. И мы это видим каждый день все больше и больше. Если мы хотим, чтобы «Место стало ближнее до дитини», то тут должен был быть и мэр города, и глава Приморской райадміністрации, до которой я уже вернулася в связи с тем, что до меня пришли в приемную люди и просили помогать маме, нашим маме. Поэтому ганьба, когда 450 семей вимушены ходить по кабинетам, обратиться к депутатам, обратиться к СМИ, чтобы обратили внимание к нашей общей проблемы. Напомним, еще два года назад на территории торгового центра был уничтожен последний платан, за убийство которого никто не понес ответственности. И вот теперь уничтожены детские качели. Жаль, что жажда больших денег иногда оказывается сильнее желаний маленьких одесситов на нормальное детство.